4 миллиарда долларов. Это годовой бюджет Федеральной службы исполнения наказаний. При этом на содержание одного заключенного уходит 3 доллара в день. Но это по официальной статистике. Как образно выразился заключенный Навальный, мясо из супа украли еще в Москве, морковку и капусту во Владимире. Остальное свистнули на месте, а что осталось, тем и кормят. Но заключенные обязаны еще и сами платить за свое пребывание на зоне. Ну как обязаны? Их никто не спрашивает. У них просто вычитают и из зарплаты, и из пенсии часто до 75%. И за робу вычитают, и за ботинки, и за питание. До дна воскребают. А куда же деньги идут? Ну вот в том числе на культомассовый сектор. Вовсе на него обожают. Пляски, песни и прыжки в мешках. И, конечно, праздники. Тут ни один праздник не пропускают. И каждый год придумывают новые. То день счастья среди заключенных, то день смеха, то день гостайна в тюрьме. Если такой, 14 февраля празднуется. А в апреле, тоже 14 числа, празднуется день тюремной медицины. Хотя да, тут не увязочка. Непонятно, как поздравлять с тем, чего нет. Поэтому празднуют день медицинского работника уголовно-исполнительной системы. Эти есть работники, но тут не поспоришь. Российская пенитационная система в этом смысле впереди планета всей. У нас самая высокая смертность среди осужденных. Вдвое превышает средний показатель по Европе. Тут, правда, нужно поправку сделать. Знаете, где самый большой уровень смертности в тюрьмах? В Монако. Там всего 13 заключенных. Еще раз, 13. И в прошлом году один умер. Получается, что в Монако умирает каждый 13-й? Но это не так. В России чуть меньше полумиллиона заключенных. Умирает в год порядка трех тысяч. Но здесь тоже лукавая цифра. Она не учитывает актировку. Актировка – это когда смертельно больного заключенного отправляют доживать на свободу. Некоторые умирают прямо по дороге в больницу. А больше нескольких месяцев никто особо не живет. Но все они уже в тюремную статистику не входят. А помните замученных в тюрьме? Василий Алексанян из Юкоса, Сергей Магницкий, предпринимательница Вера Трифонова, Сергей Махнаткин. Это только громкие случаи. И все они умерли, в том числе из-за равнодушия тюремных врачей. Недаром обычная погоняла вот такого из кулапа доктор смерть. Я верю в то, что в тюрьмах трудятся и хорошие врачи. Наверняка это так и есть. Просто не везло. Никогда о таких не слышала. Да почему? Зарплата маленькая. Вроде не особо. На воле такая же. А тюремным еще и за погоны доплачивают. Страшно среди зэков работать. Можно подумать, на воле таких нет. Кстати, и погибшие Алексанян, и Магницкий были людьми очень интеллигентными. Чего их не лечить-то было? А зачем? Приказа не было лечить. Тюремный врач не Гиппократу подчиняется, а начальству. Кстати сказать, День тюремной медицины – это творчество бывшего директора ФСИН Сан Саныча Реймера, ныне тоже заключенного. Многие в этой системе именно так кончают. Этот праздник Сан Саныч придумал в честь знаменитого доктора Федора Гааза. 14 апреля 1829 года Федор Гааз обратился к князю Голицыну. Он тогда был директором ФСИН с просьбой уполномочить его освидетельствовать состояние здоровья всех арестантов Москвы. И Гаазу было разрешено без участия полицейских врачей осматривать арестантов, а больных оставлять до их выздоровления в Москве и не этапировать. Эх, нам бы сейчас так, как в начале 19 века. 200 лет прошло, а мы уверенно пятимся в золотой век 16. Кстати, есть у меня одна любимая история про Гааза и его спор с митрополитом московским Филаретом. Филарет как-то сказал Гаазу. Вот вы все говорите, Федор Петрович, а невинно осужденных таких нет. Если человека подвергнут каре, значит, есть за ним вина. Доктор возмутился. Да вы о Христе позабыли, Владыка. А Владыка был явно не дурак. Взял паузу, подумал и ответил покаянно. Не я Христе позабыл, Христос позабыл меня. Вот такое в 19 веке было в Человецах умиление. Только не рассказывайте эту историю про доктора Гааза тюремным медикам. Они больше склоняются к такому спорному тезису. Христос терпел и нам велел.